всем привет друзья давайте сегодня начнем уроки по изучению программы автокад а именно автокад 2014 года я уже создал файл начала урока автокад и давайте начнем с базовых упражнений что нам для этого понадобится нам для этого понадобится понадобится нам линии поле линии и вот создание квадрата команда потом понадобится команда размеры мы попытаемся создать точно такой же чертеж как мы видим здесь вот попробуем создать площадь 10 соток у нас это получится 25 на 40 миллиметрах 25000 на 40 тысяч для этого нам нужно взять линию отрезок и начертить 25000 мы задаем клавиатурой потом задаем 40 тысяч длину опять же ширину 25000 и мы его сводим к нулю опять мы должны дать все размеры прервать команду это у нас кнопкой escape опять повторить команду это у нас кнопка или пробела или же enter например дадим 1000 чтобы было видно вот на все вид видно теперь поставим размеры длину чтобы изменить размеры просто нажимаем вот сюда вот любую часть два раза кнопкой мыши и она у нас изменится давайте теперь нам еще нужна будет кнопка зумирование не кнопка а команда вот это вот ее выставим вот сюда и она зумируется у нас ведь давайте еще напишем по центру 10 соток слово сделаем кнопкой окей она у нас пропала куда-то если так посмотреть то можно сразу же дать у здесь вот размер какой нам надо 10 соток нажимаем окей и вот она у нас по центру находится уже есть еще легче способ этот способ можно сразу же вывести прямоугольник надо дать размеры размер допустим по икс у нас 25000 по икс у нас 40000 нажимаем просто окей все у нас есть можно еще проще сделать дать размеры здесь вот видите высота ширина ширина фаска уровень сопряжение можем просто дать площадь какую площадь нам надо и вот то здесь вот уже вышла площадь нажимаем просто enter длина она неправильно все указала с площадью мы будем уже потихоньку разбираться потом вот самые базовые знания которые не нужны необходимы можно редактировать все эти надписи двойным нажатием кнопок кнопкой мыши левой стороны на надпись давайте сохраним можно сохранить сохранить как сделать вот так вот или же просто взять сохранить этот же файл просто сохраняя на кнопку сохранить можно сделать назад вот так вот видите мы идем назад можно идти вперед до конца до какого момента вы хотите уйти это базовые знания были если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь до свидания спасибо спасибо спасибо